Сегодня ровно полгода, как официально в Китае заявили о появлении коронавируса нового типа. К тому моменту в стране сотни тысяч людей уже болели неизвестной болезнью и фиксировались тысячи смертей. А что сейчас происходит в мире, расскажет Наталья Раим. Теперь все меньше новостей о том, что открывается в мире и больше о том, что закрывается. Ограничения вводят повсеместно. Причина резкий рост заболевших. За минувшие сутки плюс 124 тысячи зараженных. В итоге 10 миллионов 426 тысяч 61 человек. Всемирная организация здравоохранения направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса нового типа. Генеральный директор ВОЗ не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения экспертов к изучению происхождения вируса. И это делается для того, чтобы узнать больше о COVID-19. Мы хотим иметь международный дискусс, но есть ощущение, что мы стоим на месте, несмотря на то, что многие страны достигли положительных показателей в борьбе с COVID-19. Медицинские власти США объявили о том, что число новых случаев заражения коронавируса превысило 40 тысяч человек. Причем постольку больных выявляют уже 4 дня подряд. В Калифорнии закрыли с сегодняшнего дня все пабы и рестораны. В Британии, в городе Лестер карантин тоже ужесточают. Сегодня здесь приостановили работу все магазины, кроме продовольственных и аптек. А школы закроют с четверга. Кстати, правительство опубликовало новые правила проведения церемоний брака сочетания в Англии. Свадьбы и гражданская регистрация, запрещенные в конце марта, возобновляются 4 июля. Время процедуры сократили, а прежде чем обменяться кольцами, жених и невеста будут обязаны вымыть руки. Клятвы вечной любви и преданности молодожены должны будут произносить в полголоса. И закончу обзор. Позитивной новостью Европейский Союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезжать в территорию блока. В этом списке нет России, Соединенных Штатов, Китая и Бразилии. Единственная присутствующая в нем постсоветская страна – это Грузия. Перечень будут пересматривать каждые две недели. Оскар? Надеемся, в скором будущем в этом списке появимся и мы. Спасибо, Наталья.